Помидорчики, грядочки, облочки. Тоже обязательно. Ну и в основном цветы тут сажаем. Небольшой сад под окнами своего дома для Мазгута Шарапова настоящая гордость. Здесь он проводит все свободное время. Когда раньше жил на улице Революционная в Самаре, такой возможности не было. В Озерный с женой переехали три года назад. Все устраивает, не хватает только большой аллеи. На встрече с главой администрации Самары Олегом Фурсовым Мазгут Шарапов предложил обеспечить жителей инвентарем и саженцами. Деревья нам нужны, вот я уже говорил, чернозем. Нам нужен еще там тротуар. Вы когда заезжали, наверное, видели, широкая дорога и все. Народ по нему ходит до остановки. А тут машины у всех. И вот надо тротуар. И это далеко не все пожелания. В поселке живут много молодых семей. Гулять с детьми на свежем воздухе у реки – одно удовольствие. Но в поселке не хватает детских площадок. Вот одна площадка, не хватает. Детей много. И со всех приходят, также приезжают гости. Народ тут сидит. Да, район, да, он хороший. Но не хватает, он для детей мало удобства. Сейчас Озерный заселен на 70%. Местные жители рассказали главе администрации Самары о проблемах в некоторых домах. Есть, конечно, ряд квартир, которые построены с определенными нарушениями. Их не очень много. По ним будет приниматься отдельное решение. Но вот, пользуясь случаем, я хотел бы призвать тех людей, которые все еще сомневаются, жить ли в старом разваливающемся бараке или переезжать в современное качественное жилье на берегу озера. Хотел бы призвать переезжать. Дома действительно неплохие. По просьбам жителей в ближайшее время в Озерном появится аптека. Запланировано также строительство детского сада и еще одной игровой площадки. Лариса Шлафаст, Дмитрий Мешканцов. События.